сладо слен станции лайн и всем еще раз привет дорогие друзья с вами по-прежнему руха с вами ns и godkant мы продолжаем комментировать для вас крест вас мы и джек этот и 20 цел и вот теперь у нас сингл трафт я правда не знаю что это не сможешь мне наверное подсказать на выбор и ты выбираешь все понятненько ясненько понятненько ну что опишем немного турнир это турнир благотворительный купая билет за 1 доллар вы отправляете в фонд голодающих также 2 доллара туда добавляют dreams меди и 2 доллара добавляют трим о извиняюсь face it партнерами турнира выступают twitch и и твой а мы с вами благодаря им можем насладиться необычные доты стандартные доты то весьма много стало в последнее время от развлекательного формата нет но и сейчас развлечемся как следует но хотя бы опять сингл драфт вроде подразумевает он 30 и совсем стандартные пики более-менее стандартные но оракл ладно еще тролль хрен с ним вот оракл посмотреть будет интересно и это скрин на оракль ты понимаешь что сейчас может начаться в свое время скрин был тем игроком который первый начал пикать туска и потом все начали пикать туска не факт что потому что скрин начал пикать но он был первый тем не менее потихонечку то есть туск профессиональную доту зашел битва начинается ну да так и роман видит здесь рекавери и рекавери по моему умирает потому что скрин на него заряжать за две с половиной секунды стана вообще оракл интересный персонаж тем что без секунды с половиной стана на первом уровне у него ни у кого больше такого длинного стана на первом уровне нет довольно-таки долго заряжает то есть это если у тебя уже есть какой-то контроль и ты знаешь что ты вот за контролем он начинает кастовать это конечно неимоверно просто как он выходит с первого контроля попадает во второй это очень очень неплохо начинает скрин здесь разминать чеширо чеширо очень даже неприятно ночь и скрин бросил но то у него как бы статы то похуже чем у в арке это все таки слабый по статам героя ракал но не самый слабый и не самый сильный прям скажу да ну и той духу мы видим за xc на той духе очень давно мы его не видели в профессиональной доте он вывалился в принципе хотя когда-то это был чуть ли не ферст пик или не ферст бан флейнер recovery получает стан будет лейсит спрей можно накинуть на самом деле можно размять ли он или он под копом падает чем по двоим неплохо да ну вот мне кажется ошибка от меланхолик кем бы он ни был это то что учитывая такого вот скрина который у тебя в миде постоянно что-то трет заряжает во всех свои эти качать не стану ну да прокачал бы стану единичку и сейчас бы спокойно убили бы леона например да мы видим край стандартно через айсит спрей пытается забивать огребает снизу и кажется закончился тайт закончился тайт а вот тролль себя вроде неплохо чувствует на изилейне размял тут кстати боковать особо нельзя потому что попадают гелем генерал может включить землю и просто пойти давить бараша интересный кольца стапу элемент я буквально сегодня получил где-то прочитал точнее говоря это же прочитал на вопрочитал новая киберспортивная нам какая-то я организатор все кто я ну ты помнишь наш аналитик на интернешнале меланхоле а просто снова да он создал кого он создал команду он даже представители он играет в хэрдстоун за эту команду адрес он и создал и играет сейчас погибли помню да пауэршот получает понял есть венуая рековери великолепная игра от верки очень странный состав просто я так сейчас посмотрел скрин рамы 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 генерал кем-то образом запал декста и вот меланхоли меланхоли знакомый какой-то ник а кто такой рекавери посмотрите может царить в стиме могу глянуть рекавери так генерал фн тот самый тот самый тот самый тот самый братан который может в любой момент начать трогать твоих родителей так что будь аккуратен хорошо бараш бараш здесь погибнет скорее всего дал думаю хватило хп и регина чтобы пережить все эти нападки принуд стремно на самом деле комментировать игру fm теперь будь аккуратнее ты знаешь так ты тоже сейчас как бы под ударом может я-то под главным ударом потому что аналитик вообще сейчас его гнобить а он тебе в ответ оп и говорится лицо ну не в лицо в чат пошел станчик на черт смеш там не хватает но есть манга есть манга можно скушать но 3 ковари и кубри пошел боковать кстати перебыковал по моему то что сейчас фласка уже отпился получается там будет ленчур смеш можно выиграть какое-то время но уйти наверное не получится он датыку и дэмэдж конечно порезал очень много но станчик партнера ставится на свои места стиков не хватает конечно таких раскладах вообще стоя против даблы любой соло стики полезная штука да уж на а говорят милан холли это йоку а йоку даже так раньше милан холли был ник у астры я сказал помню такого игрока ну возможно один человек из тех кто смотрит помнит генерала очередной фраг вот поэтому я уж даже подумал а вдруг йоку ну йоку это интересный гражданин который конечно просто как из империи ушел притом я так понимаю по собственному желанию ну да он пассажир у него был он просто не хотел играть больше ноу флэйне но вот еще по зря у него чалость очень даже неплохо но да странно какое-то решение но я просто не хочу и не хочу не буду это и вот застакали станы ну и вот с тех пор пропал немножко йоку у нас но и команду сейчас он все нашел я конечно не буду наговаривать но я слабо верю в успех этого коллектива именно целиком может быть из него йоку куда-нибудь другое место попадет в будущем так очередное нападение на чеширского кота его станет и он убежит потому что он регенится теперь еще он регенится да если спрея там не было поэтому еще все будет неплохо у чеширского кота ботов приехал на центральной линии грыжными стиками уже бигнум с афэном выходит в ганг и что их видят видят их видят и йоку что в уровне пока нету йоку да опасно хрикавр куча вардов стоит на миде просто смотрю со всех сторон варды разнообразно пошла земля есть левел дэр но и вента тут сейчас просто убежит а вот бигнум а куда бежит бигнум бигнум он просто бежит а генерал выжигает там стики генерал уйдет ли он отсюда землей кстати пробивает плохо чешира приходится прожимать виндран а у генерал 7 стиков и на воду сейчас может погибнуть то чтобы сейчас станет и что в уровне сколько не хватает сколько не хватает что уровне вот съедает сейчас крипа хватает ультимейт на развороте ну а куда а не куда грит сломал там но пытался скрин украсть эту руну и что все происходит в этой игре почему все дерутся со всеми я не понимаю скрин просто подлечил сейчас леона и не смог добить скрин не очень опытно играет на этом герое на самом деле уж перед тем как давать нюк нам сначала сделать пару ударов потом добить нюком а иначе ты накидываешь реген сколько там втором уровне 22 в секунду что для таких уровней это достаточно много земля дома практически не ошибаюсь до 23 на втором уровне так что нужно быть очень аккуратным только хочу знать про оракула я фишку одну оформил я думаю не успели еще посмотреть да он ну да он вышел час назад походу не успели но вообще на в любом случае та фишка была с и улов связана поэтому вряд ли здесь у скрина появится и ул хотя кто знает игра может затянуться киллов много но графика очень ровно никто на самом деле не доминирует стран при этом по zxc здесь неприятно покой чубашек с первого удара пошел привыч но что-то дэмэджа то нет или скрин в этот раз все-таки убьет ждет до конца ждет и нюк и пошел лечить ну нормально опять наличил еще один нюк теперь лечит два раза больнее подлетает да не может просто убить за xc потому что скрин навесил на него второе скилл который дает стопроцентную магическую неуязвимость я думаю что многие зрители они даже не знают о ком что делает оракул их на самом деле не так много в профессиональной доте в профессиональной доте точник вообще нет и пабах они часто попадаются бигном еще станчик не уж то уйдет нет взрывается все-таки только даблкил от бигнума это неплохо но то что веномансеру дали седьмой уровень это печально потому что теперь ультимейтами будет разминать ну да тут вообще боевой веномансер от рмн он не качает змейки возможно боится покрашить доту и кстати в свете последних событий весьма актуальны правочка на веника представь так всегда было типа смею закрашивал дут и не фиксили бы свое время в первой доте очень очень давно на веномансере ультимейт не кставали то есть это было как бы бэтмайнер то что если ты как стоишь ультимейт у всех начинал лагать дико просто нормально неплохо не будет какой-то врыв ковры вы никого нет взрывается алхимик своим же стану кстати 3 уровня стан медалька 1 ну и собрал себе уже в кураж и как бы мы все вправе ждать от йоку собранного соло-песта на более грамотно игре чем от того алхимика которого мы наблюдали пару игр назад я думаю что он знает как распорядиться медальоном можно в игре и что мы ждем от айда арканчики есть есть кольцо защиты понятное дело что будет потихонечку ползти к даггеру добраться на него собрать это врывы там на самом деле рассказ здесь неплохой там doom рэвид же станал алхимика может быть мягкую захочет купить я думаю что начали все таки blink хотя тут на самом деле вот как раз таки но нет алхимика нормально если алхимик тоже купит блинк вот они вдвоем могут комбинировать очень жестко алхимик заряжает бочку прогретает стоит алхимик станет следом и там любого можно убить или даже двоих из получится рядом зацепить то и выход с маке fn big num пытаются зайти в спину ромену и генералу тупо оттуда кастует doom а вот сбили его и да и может быть даже стоит землю надо было поражать наверное думаю нефиг было экономить сейчас выжил успел бы кого-то заткнуть рассказ в fn и fn отравлен накидывает еще и урна очень много дэмэджа сейчас начинает выхиливаться в итоге если что взрываются просто да взрывается во скринт со второго просто пари файн флейма убивать пари файн флейма очень маленький кулдаун просто нереально маленький на себя накидывает штуку которая я пытаюсь понимаешь ли магическую неуязвимость но когда тебя бьют слабый это пофиг биггнум умирает и укус д д прибежал и в итоге минус 3 на одного оракула очень неплохая игра от ламэнс выстреливает коллектив пока ярослав наговаривали вы ну ладно хорошо выстреливает так выстреливает я уже вижу их поднимающих аегис но может быть вообще на самом деле если рмн закрепится в какой-то постоянной команде и добьется хотя бы какого-то успеха хотя бы там тир-2 команда у него будет какая-то плотная это уже будет достаточно справедливо потому что рмн всю жизнь играет в доту но его когда не получалось с него поиграть действительно хорошо смотри а тут остается один йоку ну а что ты ему сделаешь ничего ты ему не делать подходящий веник веник начинает ставить ворды все потерял страх иду в это время погибает погибает дом спасается оракул улыбается здесь афрена можно как-то не сопровождать комментариями движла движ париж башню сил тьмы на верхней линии какую-то типа его придают реально что за человек такой ну как их из пабликах там у нас тут и есть но это же ну просто имеется ввиду дуум кинул на него ультимейт на лиона и леона за динайли а дома за это убили ну такой игровой момент мол типа а валка но типа того да как в паблике на месте типа что стоило того вот это вот начинается лоха блин ну чувак лох дум в саппорта ну типа того добрый чувак ты играешь профессиональной сцене попустись не позорься серьезно гаври и вот ему перед мстить но так может станут можно было тоже был улыбнуться но он выживает то что начинает лечиться скрин до конца и убивает скрин скрин он никогда не пойдет назад только вперед но это не всегда хороший скажем так фактор то есть вперед это всегда хорошо но надо так чтобы это не было в минус тебе когда ты уверен что ты убьешь ты идешь и убиваешь это круто нету здесь он все сделал в принципе правильно он убил разменялся один в один саппортом отдал рейкс по двум героям и у него все хорошо так мажет роман снизу гейлом по джейфон джейфон вряд ли бы умер в любом случае есть вообще так что наверное убегает аж контроля здесь немного сеточки уже у думы нет задержать на месте не получится вейф от ситира вряд ли его догонит не догнать то может и догонит но урон там 125 этот вейф нормально дамажит так ну ладно следим за елку и скрин может заряжать страны если плюс 1 тп такой-то будет хотя бы поэт они могут в принципе троллей размотать да конечно так я думаю скрин уже прерву про это и говорит он же капитан и вот он заряжает а где-то пэта кажется что-то незапланированное произошло да по-моему скрин сейчас огребает просто нет скрин на весь лпц дикт и бить теперь враг на ботаме стычка генерал выживает лордар уже погиб пошел пауэршоттер мэн тут ультимейт он скастовал а куда ты ползешь дружище там тупик он надеется что там есть какой-то проход но здесь произошел с какой-то гипер замес забрали стартар опомстили двум героям за это свои сооружения в принципе конечно в плюс для аркад аркейд ну да добивает вышку алхимик 2 500 на руках слушай это не тот ли алхимик опять вообще попахивается именно тем алхимиком посмотрим что если это новая мода в новой эре нет это мода она точно лучше чем радиан сектарин радиан без всего и потому как тарины с монтами это более адекватная вещь бринк еще нужен ну как по мне потому что все таки если у тебя есть блинк а у него вроде он есть да он летит то и тебе тоже не помешает это будет врываться если ты не сможешь его сразу поддержать то пока ты добежишь там все будет уже и стана и как бы все атака может сразу сверху тоже напрыгнуть так еще свою бочку и на раздавать дамы же да смотрим пища на руках уже у леона 1200 остается до даггера начинается подпуш ботома вышка половинчатая пошел генерал и не ли вы тут неплохо кстати ну да скрин может и своих регенеть и чужих регенеть на самом деле если три стака парфейн флеймса на герой висит там реген 120 что ли хп что-то такое очень много за xc огребает сейчас будет связка связка мимо кстати говоря можно давать рабагу рабага по двоим и джейхо кстати вендрон прямо сейчас заканчивает очень сильный слоу запрыгивать за xc наперед взрывает его в итоге тут скрин что то есть торакал так слушай нет дамы же там лютый на самом деле если правильно все контролить то в момент пока летит фартун сэнд первый скилл вот это вот плюха летит ты накидываешь парфейн флеймс и момент ну как бы ты наносишь урон и тут же снимаешь увеличение и после этого можно еще один парфейн флейм накинуть и таким образом ты наносишь там 300 сколько вообще урон ты наносишь там бешеное какое-то количество 720 урона а и плюс еще с фартун сэндах 90 сейчас и да и все это за три секунды происходит на самом деле на самом деле при грамотной игре герой могил заметил то что урона выдают очень много что у тролля доминатор файзы 1000 но вообще в теории мы тут нужно бы к башечка чем довольно таки быстро если конечно тут не будет выступать в роли батл трансера при просто будет нажимать батл транс для свена из лор удара на самом деле если так подумать то тролль с батл трансом и если свен купит аганим но он вроде не планирует но если свен купит аганим представляешь какие-то бафы просто все бьют как дешины и у всех там дэмэджа 80 процентов он дает сколько 100 вообще 100 процентов дает дэмэджа свен всей команде ну да и все бьют со скоростью все короче как в эрка из дабл дэмэджа вот это да дефон с дайнером находит йоку йоку ходит рядом леон леон баш какой баш сейчас просто проходит по йоку и уходит запили на него смотри не стали добивать понимают что здесь может что-то пойти не так так это она сбивается визии с дефо прошел минус армор пошел станчик просто скрин всякие кигни просто накидывает на йоку йоку бить не может наверно он был сейчас недоволен говорит хватит на меня кидать всю эту хрень зато жив как убить алхимика под на самом деле ультимейтом оракла тоже большой вопрос потому что он же увеличивает все эргены в два раза где-то просаживает очень сильно бараш разминает рмен так это что и парад тут умирает он тут умрет да просто лопнула от огромного количества ядов а на медитавр забирается скрин выдвигается на топ хочет размотать здесь фэна фэн что-то заряжать скрин выходит пошел заряжать разрушена нового а потом еще рядом за их цель за все проверьте раба гонки нищетя просто сейчас я не вижу лыбочку сидим на центральной линии не так смешно одно походу в этот раз не смешно показалось еще посмеемся говорит фэн и что это запах лютый пошел нормально кстати подкрался в гдс это же норт тип по коту есть минус армор мансит виндран сейчас закончится взорвется селкин взрывать но задевает при этом кота поэтому кота отсюда не уйти связать двоих не получится включу тур джану ли вы таки это дроп а егиса через две секунды будет снова стан джейк о есть погоня за генералом аккуратно надо быть там душу таки есть пошла месть а там чтобы там что дуплы а есть донори роман и все продумал здесь а тпшки нет убить надо было бы улетел кстати говоря до конца просто как мужчина и саду блейдер письку давай но ты чё и саду блейда надо было еще сделать сам не убил конечно но бился как лев бился как ли выбор особо не был может убежать конечно трусливо с поля боя так чешский код мы заметили вон у маны нет абсолютно тэдхантера арканы в кд скрин и пошел держать пока то говорит их все но и что это за слушай она работает даже так успеть нечем сейчас пригодился на самом деле это хрень она бурж типа и у по идее его потому что это же бурж кида кида ламика появляется у тайном туда герам абсолютно прав но да он мог даже в другой последовательности их собирать учитывая что его товарищ алхимик блинг не стал покупать и в принципе особо блин кайдут здесь как бы пока не пригодился он по моему один раз его использовал с толком когда убивал с ультимейта леона сверху но это на ботами проблему генерала засунили вот лучше два сейф тп а стоит ли буржану дум повесить не успел предать ставили ник накормить никого ничем не может потому что анально не хватает ман и стоит есть даггер 10 секунд до ревейджа начинает поддержать бараша танчик неприятно тп аут юла нет и еще одна раввага это можно было обойтись и без равваги на самом деле на топе в это время меланхолик щемек стоит по 10 спреем и его просто не взять нет походу взять все таки или нет или да или нет живет 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 берегенится стан летит но и сейчас его просто шишир про идет ой привязка ну на самом деле чудная привязка вообще непонятно как он отсюда срезал вот с этим деревом ну так вот я ну на самом деле вот тогда ну даже так я хочу написать но не допишу это слово это ник китайского игрока xy вот он тоже вяжет на варке на самом деле я вопрос у меня реально к тому как это варкин это привязывает очень дурные связки так быть ником просто заткнули будет она вы уже не будете шишки код этот должен убегать биггнум вряд ли уйдет его уже не отпустят скрин пошел за ним да можно накидывать парень плейма начинать со стилить фраг можно не стилить фраг кишер улечел джеков между тврами улетает он там крипов забрал и улетел да тут достаточно сумбурная какая-то игра потому что сверху вот эта драка происходит в это время кто-то фармит лесос бараж или он вообще справа находится чего все делают здесь не очень понятно как-то планы на игру ни у той ни другой команды на самом деле они просто метятся ну и в принципе счет такое же 19 19 21 минута у нас это весело замес это весело цитю леона даггер есть можно ворваться в алхимика правда у нее там плейт мэл си он уже довольно таки толстый 2 ультимейт также не стоит забывать регенит кучу хп в секунду да и веник уже с вторым ультимейтом и потихоньку придется до третьего а 200 на руках это может быть я гонимчик какой-то но гонимчик был бы очень даже неплох можно еще наверно вейл приобрести тоже и здесь под вейлом очень больно будут залетать потому что с doom башни сил тьмы на верхней линии свой землей который под вейлом будет выжигать больше рэвэдж соответственно и скилл из кирпича нашли на самого успел прыгнуть ухты фэн размекрел то есть так ну и сплитпош пошел от аркейд парень пушат ранее не спустят они не думал но походу джазин за пушат сейчас все успеют одеть еще элементы а может стоит ломануться на т3 заставить сделать тп банально штурмага тоже есть не делается в итоге тп вниз от тайт хантера собирается здесь по дефу крипов по факту очень много и так подозреваю что он хочет собрать какой-то форстаф да так и есть состав есть кольцо регина просто афиг не помешает может если вдруг тебя не разбивают и всегда можешь ворваться да это так но и вообще как бы алхимик никогда не прочь пофармить еще крипов немножко поэтому элементы не спешат на куда им спешить я думаю они уверены в себе по крайней мере еще какое-то время да наверное если говорить о там глубоком лейте то у аркейд посильнее выглядит набор у них просто героев гораздо больше у них есть свен у них есть тролль у них есть слордар и врк у них четыре героя которые могут идти в супер лейт но да и у них если он с халявным хексом даже собирать не надо он и так есть но глубокий лейт вряд ли нас ожидает я думаю что элементы еще какое-то время попарку скоро уже будут пытаться завершать это все делать джей фоа хороший уход делает не хватает собственно селедки еще шадоу блейда и тем за что будет фармить бигдум я бы на полном серьезе на его месте задумался бы об аганиме спасибо представьте что такое аганим на свене для врки он постоянно подрубает и дд под батл трансом ну батл транс для врки ладно ну да зато там сам тролль под батл трансом просто будет как машина убийства блин ли он будет всех убивать еще представляешь себе эту машину батл транс дабл дэмидж стоит лупит так сейчас может быть будет стычка свен в инвизи вид скрина пошел станчик ли он палец моментальный минус но и драки здесь конечно же не будет что что генерал что и роман в это время стоят у себя на хайграунде возле руны контролирует рон что там купил себе роман купился блин карман чтобы нападать неожиданно и уходить также неожиданно но думчик съел собаку собака да собака всегда неплохой выбор на самом деле вот в пике элементов собака не супер топовый гриб потому что заткнули рядом с вен пошел станчик начинает месить си сломал ли ноги сломал а почему по нему вообще промахивался с утра ля так давно я не видел троля что уже у меня выпало это даже из головы но да там бешеный бешеный просто шанс ромка за хилл ушел с 5 хп походу это заразно на самом деле да да но ты играешь команде с феном аура фена и ты сам стараешься феном потихоньку да да дурном решился все пармят никакие неганима bkb для начала учить полноценного кэри сейчас бы глайдов хотел бы я махач в чате посмотреть я бы хотел посмотреть махач не в чате на ланах где-то В чате? Кто его не видел? Ну да. В чате все видели в Махафе, а вот не в чате. А то там вон какой-то невнятный паренёк подушил лоду 10 секунд и уже раздули скандалы. Раздули скандалы, я понимаю? Ну вот реально, типа... Знаешь, надо как-то будет устроить пьяное месиво. Православный СНГ Махафе. Где все-все просто друг друга месят, стулья летят. И без всяких заяв друг на друга. Просто помесились, зубы повставляли. И норм. И дальше пошли. Кабминтить. И играть. Нормально было. Скрин бегает у него в кукурс стап на КД. Все, ты куда пошел-то, братан? У тебя даже нет ультимейта вообще. Ну и его тут разматывают неплохо. Форт стапом столкнули, подхилили мехой. Скрин лопнул. Алхимик заряжает стан. Пошел станчик. Тролль сейчас просто размотает топоры и не попадет никому Алхим. Получает еще один стан. Баш с первого удара. Вот он. Сайтхантер, что он может 20 секунд еще в КД. Обычный подкоп по двоим в итоге лопаются. Здесь просто все элементы. Подсвеченный РМН, Джейфо, просветка старта. Ой, РМН, конечно, всех обгадил. И тут Йогу мог бы пойти всех убить, если бы было БКБ и Мьелнер. Но у него нет ни БКБ, ни Мьелнера, поэтому он никого не убьет. И скорее всего сам еще и умрет. Потому что скоро его догонят. Нее. Все слишком биты после яда РМНа. Ну все уйдут. Все живые. Все битые, но живые. И что делает ФН? Ну, решил... Говорит, я... Это да, это зараза. Это зараза, ты был прав. Перепорт просто. Хе-хе-хе. Да. Не очень понятно, я сейчас был Мук. Если честно. Но, явно не хватает Йогу. Мьелнера. В первую очередь. Так, и... Что тут происходит вообще? Йогу. Находит кучу людей. Кого нельзя убить. Нажимается Виндран. Станчик. Может быть даже по двоим. Два стана залетают сюда моментально. Но Мьелнера-то нет. НС. Нет Мьелнера. А висел бы Мьелнер, глядишь бы и молнии вылетели. Ну, вот да. Ну, тут либо Мьелнер, либо МКБ. Естественно. Потому что слишком много у воротов, знаешь ли. Там и тролль, и виндрендж. Мне кажется, Йогу сам забыл, что тролль накладывает мясы. Так давно его не было видно. Потому что, когда все люди видели раньше тролля, там МКБ собирали без ботинка люди. Помнишь, что была эра тоже тупо тролля? Эра тролля была. Конечно, была. Может даже кто-то не помнит, но это было не так давно, год назад где-то. Она была недавно, тролли снайпер первые два пика, да. Они сражались активно друг с другом, именно эти два героя. Сейчас как будто бы никому не нужные. Штаранчики! Так, ну, собственно, ФН. Сейчас можно еще улыбочку надлбануть, но можно и не делать. Давай, зашли. Смотри, разматываем тебя потом или нет. Я боюсь. Все правильно делаешь. Я боюсь результата. Инстинкция у сохранения. Я боюсь, что все родственники пострадают. Я же не враг им. Так. Бигнум. КБ купил уже себе. 10-4... 12 у Бигнума. Бешеный слон. Кстати, по общим графикам по нулям все. Вообще все по нулям. Аркейд выигрывает 10 тысяч экспириенса. Я не знаю, куда они тратят деньги, но экспы у них просто вагоны маленькая телега. Ну, все бабки отыгрывает на себе Йоку, потому что если бы, собственно, не эти 7000 Йоку, которые он имеет сверху там тролля, то проигрывали бы они как раз и также и 7000 голды. РМН? Понял. Ну, они их не проигрывают так. Ну, что тут, JFO. JFO пойдет дальше, у него БКБ, РМНу тут, наверное, не жить. Да, тут и скрину, скорее всего, не жить. Тут он спрятался, пока майнсит, его видят, пошел станчик, побарашу, запрыгивает JFO. Будет ли еще один станчик? Есть станчик за XC. Слетит ли это дело? Не слетел. Там еще один баш прошел, поэтому ревадж он не кастанул. Амплифай дэмэдж на Йоку и минус скрин. Очевидно, и минус 3, минус 4 в исполнении аркейд. И никакой сдачи. Ну да, Йоку один убегает, но у него на данный момент такой билд, что он не может наносить урок. Урона никакого, то есть урона у него в принципе нет. Он вроде как живучий, но у аркейд такой урон, что даже этот живучесть не особо спасает. Ну а дэмэджа вообще некому делать. Соответственно, там есть уже два БКБ, плюс есть аегис, утра ля манта. И в итоге не хватает. Там вообще ТМП, ну странно, и он просто взорвался сейчас. Да я не знаю, там ходу специальный. Фиггет Йоку, он уже второй раз так умирает. Башня сеть света на центральной линии, атакует. Башня сеть света на центральной линии, атакует. Ну рэвэджировать, но рэвэджировать не в кого ИТП очень долгое. В итоге бигнул спасается, кто-то болеет. Уже продолжает. Просто ржет. Просто в голосян, дружи. Не скрывая, просто смеется противнику в лицо. Пробуй возразить. Ну да, в принципе, это действительно было сейчас ошибочное действие от ДХЦ и Романыча. Соответственно, ИУ в рэвэдж не очень здорово, но... Тем не менее, смогли забрать Тролля, кого-то там еще вроде смогли забрать, или все остальные убежали? Все вроде убежали. Так, что он боит? Уходит в Shadow Blade. Тут пытались его просветить. Чурсмешен. Но он Чурсмешен не просвечивает Инвиз, к сожалению. Теперь и Зэкстей, это выяснилось тоже. Так, и Бараш ставит паузу. Походу надо успокоить и Фэна. Там, видимо, уже совсем истерика. Мамки тиммейтов пошли. Может быть. О, кстати, Свен. Бигнум, он походу слушает нас, поэтому у него почти огоним уже. Мьёльнер мы почти увидим. Сейчас посмотрим. Ну, вообще, уже, наверное, все-таки не Мьёльнер, уже, наверное, все-таки МКБ. Хотя, пуще фиг знает, Мьёльнер тоже будет очень хорош здесь. Скорее. Точнее, Бигнум что-то кликает активно на скрина, говорит, убить вот этого. Слушай, они зашли на хайграунд и начинают пушить. Собака съедена. Не прожимал еще ультимейт. Вот только сейчас пошел ультимейт. Подкоп только по генералу пошел палец. Взрываю здесь МПНа. Нет улыбочек, к сожалению. И как разматываю здесь по двумя БКБ. Начинают просто харасить. Меланхолик пытается спастись оттуда. Да, пока регенится. Рейвейджа нет еще целую минуту. J4 может рискнуть, конечно, и прыгнуть. Возможно, даже достанет скрина. Скрин на форстафе уходит. Станчик не по кому. И ZXC на форстафе. И сейчас даггер будет через 2 секунды. J4 даггер через 6. Прыгать надо. Прыгает отсюда Тайтхантер. Неужто погоня будет продолжаться дальше? Да что они творят? Стан? Да, но там амплифай. Амплифай просто спадает. Что это за дэр? А, это тролль ультанул. Блин, ты вообще видел эту скорость атаки? Бешеная селедка какая-то. Якорем заколотила насмерть бедного хантера. Да, это даже ни хрена не смешно. И вот появляется аганим на Свене. И теперь мы посмотрим, что будет в драке вообще, когда будет тролль и... А, Свен нажимать по ультимейту. Мне даже страшно это представить. Мне кажется, можно, знаешь, нажать два ультимейта, отпустить руки и смотреть, как берут твои герои. Может смотреть бесконечно, так как твои герои убивают вражеских займ. Башня сил света на верхней линии. Главное автоатаку включить, чтобы все работало. Ну и можно... Генерал в Shadow Blade уходит и сейчас будет убивать чеширского котика. Котик, что он тут хочет? И блинк, и ушел на блинке. Подожди, еще не ушел. Shadow Blade заканчивается через нескольких секунд. Чеширский кот остановится или по фармете получает дом. А дальше что? А дальше Скрин! А дальше Скрин! Сейчас будет заряжать! А он не заряжает! А он не заряжает! Вот сейчас заряжает. А где level death? А вот level death. Познавато, по-моему, уже, потому что нет. Не познавато или да? Ой, Скрин добивает. Генерал, как же, блин, больно. Генерал под Amplify дамажем. Тебя видит, братиша. А вот Скрин мансит. Пока форсав еще долго получает Amplify. Ромэн намазать бы. Начинает мазать. Может быть стоит даже ультимейт. Уходит с дакера. Ты посмотри, что за мансы. И не оставляет шансов ФН. Скрин лопнул. Я, кстати говоря, смотрю, что происходит снизу. Это, видимо, и ФН развлекался, да? Я имею в виду, что тут вообще борды на реке. А может быть. Так, там драко. Пошел реведж. По двоим. Амчурсмэш. Анхолик живет. Подкоп по-троим. Ответный реведж от ФН. Генерал уходит в инвиз. Сэмплифай дамаж мы не успели повесить. Можно еще спамить. Здесь анчурсмэшем и начинает заряжаться. Тут всякая гадость. Пошел с датчиком двоим. Пошел с датчиком двоим. Ну блин. Что-то дамажа нету вообще. Где дамажа нету? Где хоть что-то? Я не знаю. Атак спида много. Мувспид много. А дамажа-то нет. Да. Кстати это вся драка была под ультимейтом Свена с Аганимом. И типа все были очень сильные. Но как-то это вроде не было так заметно. Ну блин. Ну что это за линия вардо? Ну это ФН. А он продолжает покупать варды. Смотри. Купил еще 4 синтрия на все бабки. И пошел, пошел. Может кто-то ему сделал упрек? Где варды? Ну возможно да. Где синтрии? Говорят он. А вот они. Вот смотри. Пес. Смотри. Вся речка в синтриях. Говорят. Че не видишь здесь и три? Там и дерись. Там никто не спрячется. Ну хим-то доберется по сути до айтемов на атаку. Должен по крайней мере. Вот МКБ у него сейчас появляется. Ему еще поменять наверное уже можно Солар Крест на еще один айтем на атаку. Не знаю что это. Может быть Абисал Блейд даже. Ну по идее МКБ Абисал Блейд. Ну или Мьёльнер. Ну или Мьёльнер. Так. Что тут такое происходит? Тааак. Ооо. Не щадя просто я бы сказал. Но я думал он так всех достался и ему улыбочками что там ожидал от байдера. Сейчас Рэвич будет. Серьез он спрятался и никто не знает где он. Вот так же. Кажется знают. Так. Ой-ой-ой. Зэксеска. Это худший таргет на самом деле который можно было выбрать. У него еще и мека есть. Пошел левел ДС. И они как раз кастовался тут же. Угибает. Но если здесь GFO все под ультимейтом Виномансера. Но траки... Смотри как все клюют. Они еще все под вейлами. Действительно больно. Но драки не состоялось. А странно и зря. Ну что рэвиджей не было. И дума уже не было. Дум был потрачен в саппорта. Впрочем да рэвиджа не было. Это главное. Был бы рэвидж я думаю пошли бы конечно. В замес. Да ну и продолжать набирать алхимик. 20 уровень по нетворстам 23000 обходит на 8000 Свена. Свен топ 1 по нетворсту неожиданно да у нас? Нет. Ну как бы в своей команде. В своей команде да. Притом у них все одинаково с VR-кой вообще денег. Вообще одинаково. Один в один голда и капает. Да. Так и есть. Вообще кто-то вырвется вперед. По любому будет какой-то пауэршот. Да вот VR-ка добила кентавра. Ну и все теперь она толстосум. Да. Пошел какой-то фарм выиграть что все успокоились. Ну алхимик сейчас дофармит либо башер либо Black King Bar. Не знаю что это будет. И то и то ему нормально. За это кстати может слить SolarCrest. Не. БКБ очень надо. Очень надо БКБ. Да. Башер обисал тоже надо. Но БКБ нужно больше. Потому что ну там просто стан на стане. Станом погоняют. Миссы. Все что только можно. Амплифай дэмэджи всякие. Плюс халявные хиксы. То есть я вообще не знаю как он тут без БКБ до сих пор играет. Но он как-то играет. Собственно у него 3-2-7. Вот примерно так и играет. Так и играет да. Да. Потом башер. Сливается WarCrest. 2-300 в руках. И да. Бистола немного остается. Ну да. Видишь. БКБ. Он так и продолжает хотеть играть без БКБ. Я посмотрел. Вот сейчас если он в драке получит хекс. И его убьют просто какая-нибудь VR-ка там. Под всем. Под всем. Под всем. Под всем. Тоже углась Андру. Тоже будешь в чате ха 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 спамить. Ну нет. Я просто удивлюсь еще раз. Как он без БКБ играет. Но с другой стороны. Может быть он не получит хекс и всех убьет. Сейчас посмотрим. Как это выйдет. На деле. Там Рошан появился. За него сейчас наверное будет главный замес. 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 Замесич. Ставится вард. Есть вижен. Может быть стоит за икс ворваться там. Дагеру хватит. Но это пока иллюзия. Иллюзия тролля. Еще одна иллюзия тролля. Ее не трогают. А там есть и настоящий. Рмен запахнул. Может быть. Пока страшно. Ульту никого не задел. Успел троллить туда. На фейзах ломануть. Рмен. Дум. Куда. Что. Ой. Ой. Что. Ой. Как больно. Ну мы не комментировали ничего. Потому что произошло это за долю секунды. И я вообще не понял что делал Дум в этом файте. Пешком зашел. Начал бить иллюзию тролля. Начал бы и нет. Ну вообще у Дума очень плохие как бы итемы. На такой минуте. На самом деле. У него просто. Shadow Blade и Владмир. У него нет ни Блинка. Ни БКБ. Ничего. Сыр просто лежит. Бигнум забрал его. Да. Ты до сих пор в шоке сидишь. Я вообще в шоке как там взорвалось. Просто секунду. Просто реально взорвалось. Да. Ну и вот этот наш товарищ Йоку. Так Йоку хочет сделать соло кейл. И он его сделает. Куда ты тут? Просто вскрыл кота. Да. Ну. Знаешь что я хочу сказать. Если Дум доберется все таки до даггера. И пусть затыкается Вена удачно до прожатия ультимейта и прочей гадости. То у элементцев очень неплохие шансы выиграть файт. Да у элементцев они в принципе неплохие. Всегда есть и еще будут долгое время. И возможно всегда будут. Даже если они будут много очень проигрывать. Потому что им есть чем убивать. Сейчас этот алхимик за время ультимейта Тайдау он любого героя гарантированно может убить. Второго он может застанет и тоже убить. Но для этого нужно первым нападать. То есть нужно чтобы Тайд дал ультимейт. Хотя бы там по нескольким героям. А так оно не особо работает. Когда ты просто умираешь за 2 секунды всей командой. Не дав ни одной кнопки не нажав. Хотя нет. Эрмен нажал одну кнопку, но ни в кого не попал. Как можно лицом виноватиться и не попасть ни в одного героя? С даггером и не лузом же. Это не просто там. Мы еще фортстав и огоним. Так смотри что творит Йоко. Он просто решил выиграть эту игру с Соленова. Но не получилось. Ну, Эрмен ему не позволит. Так, ну Йоко, Йоко, Йоко. У него есть деньги уже на Эбисол. Но может быть стоит купить БКБ? Все-таки вместо Сашияши. А вместо чего? Сашияши? Может быть даггер лучше слить? Да нет, даггер нужен. Все-таки. Ну, можно слить его. Да, в принципе ему какая разница. Он может слить одно. Потом понять, что... Так плохо и купить другое. Да, купить другое, продать третье. Ну, тут, кстати, есть кому огонимы втарить. По факту-то. Что Думу можно огоним затарить? Что Виномансеру? Ну, кстати, так. Ну, в общем-то, только им двоим и можно. Но это очень хороший огоним. Ну... Такому Думу не особо это хороший огоним. Знаешь, Думу хороший огоним, когда он очень жирный и танк такой мощный и может побегать по драке долго за кем-то. А этот Дум умрет в драке. Хотя, смотри, Шива целиком появилась сейчас. Сейчас у него не было даже плейтмейла, а теперь есть Шива. Вот такая вот история. Тут куча опять вардов. Смотри. Ворота ТРМ. Да. Ультимейт, но Абигном успевает прожать всё и БКБ и ультимейт, но тем не менее. Более-менее БАНГ. А, Алкимик. Оу-хо-хо. Дамадж, ты этот видел, да? Каспар. Что с Алкимиком вообще стало? Да он просто исчез. В байба, у него нет. Поэтому вряд ли продолжится здесь fight. Да, выкупается здесь Свиномансер. Ницер, Тавернив. Сейчас фокус фуар по баракам. Кстати, в бектор протекшен ещё работает. Дермин? Так, ты понимаешь, что у него был дамадж 128 плюс 276? ГГ пишет Doom, ГГВП, ГГВП, ГГВП. Ну, видишь, я наговаривать не хотел, но... Не выстрелили? Не выстрелили, да, не выстрелили. Но, откровенно говоря, и Юку не особо выстрелил в этой игре, был он достаточно... таким бесполезным, что-то бегал-бегал. ГГВП, кроме синего окна, у нас синий. Это... скрин, наверное. Скрин? Ну и фэн завозит свою очередную катку на профессиональное состояние. 5, 14, 17. У меня такое ощущение, что он в этой игре даже не играл, а просто развлекался. Что-то бегал, видел, ржал, ставил...